Добрый день, сегодня анбоксинг. Ко мне приехала пара килограммов новых головоломок. И начнем мы рассматривать серии из шести простых пирамидок от компании Moyu. Серия называется Magical Pyramid Puzzle Series. Как написано на упаковке, также можно встретить название Moyu Trigonal Magical Pyramid. Но суть от этого не меняется. Это шесть головоломок, достаточно простых. И мы сейчас рассмотрим их все. Посмотрим комплектацию на примере одной из пирамидок. Вот такая вот красивая расцветка. По-моему, я еще не встречал у компании Moyu таких коробочек. Простая, пластиковое окошечко. Здесь Moyu, сама головоломка. Здесь можно заметить, что есть два вида расцветки. Это макарон, или макарон, как часто пишут. И вот такая вот прозрачная. Здесь по идее должна стоять галочка, что внутри. Но галочки нет. Видимо, охватило окошечко. Открываем коробку. Достаем пирамидку. И внутри, на удивление, нас ожидает инструкция. Причем инструкция действительно и по-китайски, и по-английски написана. И наверняка здесь нам рассказывает, как собирать. Но мы пользоваться ей, конечно, не будем. Поскольку это, наверное, самая простая головоломка из возможных. По крайней мере, самая простая в этой серии. Называется она Corner Twist Pyramid. Название можно заявить вот здесь. Corner Twist Pyramid. Упаковка у всех пирамидок однотипная, поэтому остальные распакалывать не будем. Я это сделал заранее. Вот все шесть пирамидок. Ну и давайте их как-то распределим, дорассмотрим. Здесь можно заметить некоторые схожести и особенности. Во-первых, первая Corner Twist и вот такая вот еще. Их можно рассматривать в паре. Corner Twist Pyramid как следует из названия. В ней вращаются только углы. Причем вращаются очень хорошо. И возникает такое подозрение, что в ней есть магниты. Так оно хорошо все фиксируется. Я не уверен. Это, скорее всего, вряд ли. Но ощущение такое возникает. Следующая пирамидка называется Bid Pyramid. Это тот же самый Corner Twist, но у него добавлен еще центр. То есть, если это пирамидка 2х2, та долгожданная и желанная многими пирамидка, вместо которой часто получают вот такую пирамидку 2х2. А где вроде бы на вид очень похоже, за исключением нет центрального элемента, но это же Pyramorphics. И вращается он как кубик 2х2. Вот это как раз именно то, что хотелось тем, кому нужна пирамидка 2х2. Здесь, помимо этого, добавляется центр. Ну и, соответственно, появляется хоть какая-никакая сложность. По сути, это аналог до Pyraminx. Вспомним, была такая головоломка от компании Meffert. Недавно Moeux вместе с Meffert сделали свою версию. Это не она, это какая-то палатка. Но смысл в чем? Это та же пирамидка 2х2, но у нее еще пиф-пафу нужно расставить центры. И это то же самое. Следующие две пирамидки, которые можно рассматривать вместе, это вот эти. Одна из них называется бумеранг пирамид, и вращается вот так. А другая точно такая же, но опять же с центрами. Вращается похожим образом, но еще имеет центры. И называется она уже Виндмилл пирамид. Виндмилл это мельница. Почему это не мельница, непонятно. Но, видимо, у разработчиков фантазия была именно такая. Это бумеранг, это мельница. Здесь вращаются, ну как бы вращаешь уголок, но вращаются сразу три ребра. А это, по сути, ребра. И еще два типа пирамидок, которые тоже можно как-то объединить, хотя они внешне и не похожи. То есть, если мы возьмем вот эту пирамидку, которая называется Maple Leaf Pyramid. Помним, что был Maple Leaf Scoop. Вот теперь такая пирамидка. Что это по сути? По сути мы видим уголок, который нельзя вращать отдельно, только вместе с ребрами. И, соответственно, сами ребра. Это получается пирамидка, у которой не вращаются уголки. Возьмем обычную пирамидку. Вот здесь уголок вращается. И можно делать пиф-паф. Здесь уголок не вращается, но можно сделать такой же пиф-паф. Вот ребра, вот углы, объединенные с центрами. Все то же самое. То есть, это упрощенная версия пирамидки. Ну и это что-то похожее. Опять видим уголок, который вращается вместе с ребрами. Видим ребро, такого прямоугольного формата. Но здесь добавляются центры. И это самая сложная версия из этих шести пирамидок, которая получается равнозначно Дуомо Куб. Ну еще Magic Tower от Сингсо. Такой же функционал имеет. Но смысл тот же. То есть, вот у нас крупные углы, ребра и центры. Здесь все то же самое. Углы, ребра и центры. То есть, вот это наиболее сложная модель из всей серии. Расцветка у всех одинаковая, такая приятная и нежная. Ну а теперь давайте мы их поочередно перемешаем. Посмотрим, как они вращаются. И естественно соберем. Ну начнем по увеличению сложности. Корнер, твист, пирамид. Вращаются уголки. Приятно, нежно, хорошо. Как будто действительно магнитные. Ну и очевидно, что собираться будет такая головоломка, ровно так же, как уголки на пирамидке. Ну не уголки, а скорее, как центры. То есть, их нужно правильно ориентировать. То есть, если мы решим собрать, например, вот этот розовый цвет на этой грани, то это, естественно, не получится. Потому что розовый цвет на этом уголке. Поэтому нужно найти три уголка, имеющие один цвет, ну, допустим, розовый, и повернуть их на ту грань, которой они принадлежат. Как только мы это сделаем, четвертый просто доворачивается. То есть, этап ровно такой же, как самый первый на обычной пирамидке. То есть, ориентация углов совместно с центрами. Вот так это собирается. Лучше всех вращается именно эта версия. Очень хорошая, но очень простая. Чуть посложнее уже бит пирамид. Также ее перемешиваем. Вращается уже потуже, но вот после пары сборок она чуть-чуть разработалась и, наверное, будет вращаться еще лучше. Здесь что мы делаем? Например, перемешалась она вот так, чтобы нигде ничего не совпадало. Вот перемешали. Здесь повторяем тот же самый этап уголков, как на Corner Twist пирамидке. Для этого находим, ну, давайте, какой-нибудь другой цвет. Вот, бежевый. Раз бежевый уголок, два бежевый уголок и три бежевый уголок. Либо поднимаем вверх грань, где все эти три уголка есть, либо ставим перед собой, а сзади уголок, который без бежевого цвета, и поворачиваем все на одну грань. То есть, все здесь интуитивно. Ну, и дальше, как на Duo Pyraminx или на Duo Mokub, нужно решить центры. Для этого используются пиф-пафы. Здесь нет ребер, поэтому вместо трех пиф-пафов достаточно будет одного. Чтобы решить, за один пиф-паф любую ситуацию, нужно расположить центр, который нужно поменять местами, вот перед собой и снизу. Вот эти два нужно поменять местами. И на задних гранях, вот эти тоже будут меняться. Из этого положения делаем пиф-паф, и головоломка собирается. Одного пиф-пафа достаточно, потому что действительно нет ребер. Они внутри, вот они, черные, одноцветные, их не видно. Если бы ребра были, пришлось бы делать три пиф-пафа. Давайте смоделируем эту ситуацию, посмотрим, как решать неправильно. Вот розовый и бежевый, они не должны стоять на этих гранях. Но если мы розовый переместим сюда, а бежевый сюда, то пирамидка не соберется. Мы вот сейчас держим пирамидку неправильно. И сзади тоже. Вот эти центры, если поменяются местами, то пирамидка не соберется. Делаем пиф-паф, и ничего не собралось. Нужно именно вот так взять, чтобы передний и нижний менялись местами. То есть желтый становится на желтую грань, синий становится на синюю грань. И здесь вот эти вот, зелененький и розовый. Цвета, кстати, достаточно похожи. Вот этот зелененький и синенький, оттенки у них достаточно близкие. Это, наверное, не очень хорошо, но решаем. И вот у нас бит пирамид собрана. Откладываем. Дальше. Переходим к бумерангу. Интересное название. Вращаются вот это ребра. То есть опять же, возьмем обычную пирамидку, моделируем вот такое движение. То есть при этом движении, если мы объединим уголок, которого там нет, у нас вращаются еще три ребра. То есть вот мы делаем такое вращение. Центра и уголка нет, а три ребра перемещаются. И вот мы здесь видим эти три ребра. То есть, по сути, в этой головоломке нужно собрать только ребра. Вращалась она хуже всех. Из всей серии я сюда добавил немного смазки. Надеюсь, это поможет. Видим вот этот черный бесцветный угол, на который ориентироваться не получится. И, наверное, эта головоломка даже интересная. Так как мы любой цвет можем собрать на любой грани. Давайте попробуем. Я ее еще не собирал. Перемешиваем. Такое ощущение, что она вот-вот развалится, но вроде держится. туго вращается. То есть, кажется, что либо мы вращаем грань, либо вращаем вот три ребра. Ну, то же самое. Здесь мы можем вращать вот этот кусочек, а можем вращать как бы грань. То есть, по сути, это только ребра от пирамидки. Вот обычные. Ну, пробуем собрать. Давайте собирать, наверное, синенький цвет на этой грани. Делаем так. И у нас вот здесь есть перевертное синее ребро. Но давайте посмотрим на расцветку обычной пирамидки. То есть, если у нас синее расположено так, слева зеленое, то здесь должна быть желтая. То есть, все правильно стоит. Значит, вот это нужно ребро флипнуть. Для этого мы извлечем так и пиф-пафом загоним на это место. Так, что у нас получается дальше? Дальше. Дальше. Смотрим. Вот у нас одно ребро стоит правильно. Ну, а здесь одна из ситуаций, которая бывает на пирамидках. И здесь, по идее, можно, наверное, всегда одно ребро поставить правильно и всегда приходить именно к этой ситуации. Но могу и ошибаться. В любом случае, если вы умеете собирать обычную пирамидку, то на этом этапе вы уже должны будете справиться. То есть, по сути, мы имеем сейчас вот такую ситуацию. Одно ребро стоит на месте, а эти два нужно развернуть. Ну, и соответственно, делаем то, что обычно сделали бы на обычной пирамидке. То есть, в пиф-паф. И вот огромные ребра настораживают. Точно в сторону. И все собрано. Переходим к следующему. Это уже windmill пирамид, мельница. И, по сути, это предыдущая модель, но с центрами. Поэтому сразу перемешиваем, заодно посмотрим, получится ли у нас какая-то новая ситуация. Вращается оно изначально получше. И это не может не радовать. Хотя вот пластик матовый и руки немножко скользят. Особенно, когда пытаешься держать вот прям чуть-чуть и чтобы вокруг это все вращалось. Чем-то похоже на Pandora Cube, у которого тоже огромные лишние такие выступы на элементах были. Ну, вот как-то перемешалось. Давайте посмотрим. Быть может, здесь какие-то возможные паритеты. Сейчас проверим. Ну, начинали с синего. Давайте начнем с какого-то другого. Ну, к примеру, вот розовый. Я сейчас не проверяю, возможно ли такая расцветка, но если они стоят так, то, наверное, возможно. Хотя давайте посмотрим и попробуем сделать то, что невозможно на обычной пирамидке. вот у нас розово-бежевый должно находиться вот так. То есть вот здесь должен быть такой зелененько-розовый. Зелено-розовый. Мы сюда ставить не будем. Мы поставим его вот сюда. То есть сюда мы как раз поставим синий. Попробуем в такой расцветке собрать. Вот это мы развернем на месте. Так, так, так. Что-то пошло не так. Так, вот у меня собрался розовый. Давайте проверим, так ли он должен быть. Да, он должен быть именно так. А я хотел по-другому. Давайте попробуем поменять. Так, вот я ставлю неправильной расцветкой. Вот это сейчас развернем. То есть делаем аккуратно пиф-паф. Так, все на месте. И теперь поставим вот этот элемент сюда. Так, и вот у нас стоит розовая грань в неправильной расцветке. Проверяем. Розово-бежевый, розово-зелененький, а здесь розово-голубенький. Расцветка неправильная. Пробуем в неправильной расцветке это собрать. Так, и да, мы получаем паритет, который невозможен на обычной пирамидке. То есть мы получаем одно развернутое ребро. Мы дальше с ней касаемся центров. То есть я сейчас специально собрал ребра неправильно, что возможно сделать и на предыдущей версии, и получил вот такое вот дело. То есть надо собирать цвета правильно. За этим нужно следить. Это касается тех моделей, где нет уголков, а именно вот этих двух. Значит, смотрим, у нас здесь еще собралась желтая или бежевая. Смотрим, как она. Она тоже неправильная. В любом случае менять. То есть, ну давайте с розовой начали. И продолжим. То есть, я меняю желтый, синий и сюда. Вот он. Такой вот элемент. Просто его разворачиваем. Если ничего не перепутал, но вроде сложилось. Проверим еще раз. Синий, зеленый, бежевый. Все верно. Собрали розовую грань. Теперь смотрим наше предположение. ли найти. Да, один элемент находится, а вот эти два нужно развернуть. Ну, пока два из двух. В любом случае это хотя бы интересно собирать. Здесь делаем алгоритм по флипу двух ребер. Хоть неудобно, но интересно. Так, так. Ну, центры здесь собрались сами. Давайте покажем, как они могут быть. Для этого сделаем три пиф-пафа. Вот. Здесь для перестановки центров нужно делать именно три пиф-пафа, так как есть ребра. Углов нет, а ребра есть. Здесь же ребер не было, а углы были. При одном пиф-пафе у нас меняются центры и ребра. если пиф-паф сделают трижды, то центры поменяются трижды и вернутся к тому положению, которое нужно, а ребра из исходного вернутся в первоначальное положение. Сейчас мы сделаем один пиф-паф, расположив центр, который нужно менять перед собой и снизу, и два сзади. Делаем пиф-паф и видим, что эти уже центры местами поменялись и стоят правильно, так как бы нам хотелось. А вот сзади тоже видно. Но ребра перемешаны, поэтому мы продолжаем делать пиф-пафы. Второй вернулись к первоначальному значению и третий опять становится как надо, а ребра возвращаются. Получилась четвертая пирамидка, достаточно интересная. Ну вот Maple Leaf пирамид, есть такая пирамидка еще YJ Petal Pyraminx. Там есть еще кружок, а по сути это такая же головоломка. То есть это пирамидка, у которой уголки объединены с центром и все, и более никаких изменений. Ну еще она вращается хуже. Поэтому перемешиваем. Кстати, это неплохо вращается и поудобнее чем предыдущие. Хотя есть тоже вот такое ощущение, что она сейчас рассыпется. Все торчит и цепляется. Ну и как ее собрать? Ну так же как и обычную пирамидку. Нет этапа, где нужно уголки объединить с центрами. Сразу правильно ориентируем. Давайте с розового начнем. Вот у нас раз розовый уголок вместе с центром, два, и вот три. Помещаем их все на одну грань. И остается что сделать? Дособрать первый слой. Для этого нужно поставить ребра с розовым цветом на свои места. Так, вот это розово-синенькое поставим сюда стандартными алгоритмами. Здесь как раз зелено-синяя или цвет морской волны. Ну и желтенький сзади доставим. Так, ну здесь произошел скип верхнего слоя. Допустим, чтобы его не было, сделаем какой-нибудь алгоритм чтобы это все перемешалось. Напомню, что на верхнем слое пирамидки возможно пять ситуаций, которые по сути решаются тремя алгоритмами. Если вы их не знаете, можете по ссылке в описании посмотреть обучающее видео по обычной классической пирамидке. Там все просто доступно и понятно. Для этих головоломок я, наверное, сделаю отдельное обучающее видео, но сразу на все шесть, чтобы найти их было проще. Что мы здесь видим? Для начала нужно опять же лепестки одного цвета объединить на гранях. Все ровненько. И видим какую-то ситуацию. Вот один элемент полностью не подходит по цветам. Располагаем его сзади. И вот этот неправильный элемент с него начинаем делать пиф-паф. То есть одна из классических комбинаций. дособираем ребро. Их здесь может быть пять. Каждую показывать на этой пирамидке я не стану, тех, кто не умеет, посмотреть обучающее видео по пирамидке. И переходим к следующей. Здесь у нас по сути то же самое, но с центрами. Поэтому сразу перемешиваем. здесь уже ничего не торчит. Перемешивается удобно. Ну а также уголки объединены с центрами. Ну с центрами имеется ввиду вот с этими угловыми. А центр, который должен быть посередочке, он вот здесь. То есть дополнительный элемент, которого нет в обычной пирамидке. отверстие. Ну и давайте соберем чтобы не тянуть. Опять уголки есть, значит их нужно собрать. Начнем с розового. три уголка есть. На центре внимания не обращаем. Их в конце соберем. Так дальше ну вот вот это ребро поставим на место. Это поставим и вот это сюда пиф-пафом. собрали получаем какую-то ситуацию. Здесь опять же нужно сначала правильно сориентировать верхний уголок, чтобы он совпадал по цветам на каждой грани и смотреть какая ситуация здесь вышла. Видим вот это ребро не совпадает по цвету с этой стороной и с этой. значит она полностью неправильная. То есть мы видим вот такую вот ситуацию с обычной пирамидки. Одно ребро полностью неправильное и вот с этой стороны нужно решать. Начинаем с неправильного ребра делаем пиф-паф и загоняем вот это на свое место. То же самое проделываем и здесь. Вот полностью неправильное ребро причем цвета сопоставляем не с центрами а именно с уголком либо с этим либо с этим. ни один цвет не совпадает то есть это неправильное ребро. Располагаем сзади делаем пиф-паф с этой стороны и загоняем вот это ребро таким образом. Все собрано кроме центров. Центры опять же если есть ребра нужно делать три пиф-пафа. Вот два центра которые нужно поменять местами чтобы все хорошо было сзади тоже два аналогичных делаем три пиф-пафа. Пиф-пафа на этой пирамидке делать удобнее всего. Так ну и все собрано. В итоге это достаточно интересная серия простых пирамидок. То есть если у вас нет главоломки под названием Дома Куб вот такая то в этой серии такую можно найти. вот она если у вас нет дуо пираминкс которая от меферда или даже от мой стоит очень дорого а палатку крутить не хочется то можно взять вот такую модель это будет дуо пираминкс если вам хотелось пирамидку 2х2 но вам попадался только пираморфикс 2х2 как вот такой который для кого-то сложный то вот вам пирамидка 2х2 отлично вращается ну и упрощенная версия дома куб или просто обычная пирамидка которая странно крутится и реально посложнее варианты только ребра и ребра с центрами тут да можно подумать можно границ собрать не так поскольку ориентиров нет понятно что вот эти две пирамидки имеют самую минимальную сложность вот это по сути обычная упрощенная пирамидка дома куб ну сложность каждая определяет для себя самостоятельно а вот эти вот поинтересней кому будут интересны такие пирамидки ну во-первых вот такое можно подарить тому кто не особо увлекается головоломками но проявляет некий интерес оно просто забавно и не требует никаких усилий для освоения все пирамидки очень дешевые и весь комплект из шести штук обойдется не так уж и дорого в России пока не продается но до 2000 можно уложиться весь комплект имеется ввиду без гана без дома сам ган дороже будет а так дешево пополнить коллекцию не сложными головоломками вполне можно они красивые симпатичные хотя я небольшой любитель подобных цветов но выглядит неплохо самый главный минус пирамидок для коллекционера если вы их храните без коробок то их нельзя ставить друг на друга а это не очень удобно надо либо специальные полки либо как-то рассчитывать на них место либо ставить верхним рядом то есть некие заморочки ну это мелочи а так сильно сложного здесь ничего нет какой-то интерес ну действительно из ребер пирамидки где можно собрать грань не так это опять же либо запомнить расположение цветов на одной грани либо посмотреть на собранную пирамидку смотря на то что здесь цвета все-таки не совсем похожие но синий синий желтый желтый зеленый красный розовый догадаться можно где какой ничуть не жалею что их приобрел несмотря на то что сложности здесь никакой нет ну по крайней мере для меня для кого-то и дому куб вызывал трудности но чаще это были те кто не умел собирать обычную пирамидку а так если вы умеете собирать обычную пирамидку то вот вот эти четыре версии вам вполне поддадутся а эти поддадутся даже если вы не умеете собирать пирамидку но с центрами нужно будет догадаться как сделать пиф-паф либо у кого-то спросить ну вообще если вы ничего не умеете берите пирамидку вот эту два на два называется на корнер твист пирамид и все будет хорошо а на этом все всем спасибо всем пока